Масуд Усманов родился в селе Большое Троево Кузнецкого района Пензенской области. В ноябре 1943 года был мобилизован на фронт, на Дальний Восток, в отдельную стрелковую бригаду наводчиком. Ему было тогда 17 лет. С сентября 1945 года он участвовал в войне против японских империалистов на китайской границе в Манчжурии, затем до 1948 года в Северной Корее. По 90, по 8 километров полный боевой. Я же боролся ПТР, противотанковое оружие, 20 килограмм, и 100 килограмм, и 100 патрон, по 200 килограмм. Гранаты противотанковые оружие, он полный, еле лежит. День Победы помнит, как сейчас. Ветеран рассказал, как все ликовали, высыпали на улицу, кричали, радовались. Все тогда испытали гигантское облегчение и страстно хотели домой. Но Масуд Усманов остался служить до 1950 года, охраняя границу на Дальнем Востоке, и был уволен в запас в звании ефрейтора. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова, медалью за освобождение Кореи. В 1950 году приехал к брату в Душанбе. Через год начал работать в органах госбезопасности в НКВД. Дослужился до звания подполковника. В сентябре 1992 года с семьей переехал в Альметьевск. Даже удивительно, что они, прожив такую тяжелую жизнь, пройдя такие испытания, в общем-то, остались честными, порядочными людьми. Ну, самый лучший у меня дед. Гордимся им. Он у нас молодец. Свои годы держится. В принципе, уважение среди всех соседей. Все, кто знают, ну, достойный пример для нас, для моих детей еще. Очень замечательный, очень добрый человек. Я рада, что у меня есть такой дед. Он всегда честный, он щедрый, добрый очень. Мы очень его любим. Большая семья собралась вместе в день рождения ветерана. Любимому дедушке исполнилось 88 лет. Поздравить именинника приехал глава Альметьского муниципального района Мазид Салихов. Можно сказать, что годится в младшей братишке Масуд Усманову Евгений Калугин. Его призвали на фронт в 44-м. Боец попал в Монголию в город Химкан, где служил в линейной части разведбатальона рядовым. Победу встретил в городе Мугден. Через Хинган, через Малый, Ченчунь, Мугден, Фушунь, Порт Дальний, Порт Артур. Вот такое мое прохождение военной службы. Они знали, что такой голод и холод. Они в полной мере ощутили все тяжести военного лихолетия. И только они могут рассказать всю правду о войне. Радик Рахимов, Елена Марданшина, Николай Быков, Альметьевск ТВ.